Режим масштабного бедствия на Гавайях объявил президент США Джо Байден. На островах уже третьи сутки не стихают разрушительные лесные пожары. Они унесли жизнь 53-х человек. Число погибших, по словам властей, может вырасти. Подробности у Айжану Спановой. Житель Калифорнии приехал с семьей на Гавайи отдыхать, но отпуск превратился в кошмар. Туристы взяли на прокат машину и приехали в город Лахайна. Когда внезапно начался пожар, семья оказалась отрезанной от суши. Тогда муж с женой и их пятеро детей бросились в воду. Удалось найти доску, на которой они и выплыли. Все вокруг горело, взрывалось. Мы не могли дышать, воздуха не было, только угарный газ. И мы держались как могли. Волнами нас уносило в океан. Я нашел металл и прикрыл семью, потому что вокруг нас все еще был огонь. Позже их нашли спасатели. Эти люди благодарны им за спасение, но многим не удалось выжить. Число погибших достигло 53-х человек. Эвакуированы тысячи людей. Туристы не могут уехать из-за задержки и отмены рейсов. Местные власти не смогли бы лучше справиться с этой бедой. Это ужасное ощущение застрять среди огней. Но ушла история. Я проезжаю сюда уже 20 лет. Свой медовый месяц. Мы сегодня получили фотографии нашего дома. Все сгорело. Ничего не осталось, кроме дыма и пепла. Мы пришли в безопасное место в этой одежде. У нас больше ничего не осталось. Пожары на Гавайских островах назвали беспрецедентными по масштабам. Причина – сильнейшая жара и засуха. Огонь распространился молниеносно из-за сильного урагана, который бушует над Тихим океаном. Президент США разблокировал федеральный фонд для помощи пострадавшим. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее побороть пожары и эвакуировать жителей и туристов. Мы молимся вместе с жителями Гавайев. Но не только наши молитвы, все имеющиеся у нас средства будут предоставлены в их распоряжение. Огонь почти полностью уничтожил курортный город Лахайна на острове Мауи. Он входит в список объектов исторического наследия. Более полутора тысяч домов разрушены. Альжана Успанова, Первый канал Евразия.